Все мы когда-то дрались в школе, и ведь только сейчас понимаешь насколько это было глупое занятие. Но раньше только так и решались большинство конфликтов. В школе у нас был один хулиган, все его боялись, но только не я. Он учился в параллельном классе. Учителя говорили, что из него вырастет уголовник. Я знал, что рано или поздно он заденет и меня. Это произошло в школьной раздевалке. Я никого не трогал, все было нормально, как вдруг этот хер специально толкнул меня плечом и сказал. Ты че щенок? Потерял список кого бояться? Недолго думая я ответил ему. Ну все пидорас, щас ты у меня получишь. После чего я накинулся на него и начал смачно хуяить. В итоге я его жестко отвиздил, а он валялся на полу и даже пошевелиться не мог. Сказал бы я, не будь это лишь в моих влажных фантазиях. На самом деле, я просто стоял молча засунув язык в жопу и слушал, как он надо мной стереться. Это был наш первый трэш-ток. Все собрались вокруг нас, и даже одна девчонка, которая мне нравилась. Тогда я сказал ему. Давай через неделю подеремся один на один за школой. Все слышали? Через неделю тебе пизда, малый Он ушёл Это тебе пизда Понял? Тихонечко прошептал я Все остальные также разошлись В раздевалке никого не осталось А та самая девчонка подошла ко мне Ты такой смелый Надеюсь ты проучишь его Я ответил ей Да у него нет шансов против меня Я пришёл домой и сбил подушку Представляю как буду пиздить его Для мотивации включил фильм Рокки И стал отжиматься Я стал каждый день готовиться к бою Вставал в пять утра и бегал вокруг дома Отрабатывал удары с той же подушкой Подтягивался на газовой трубе Качал бицепсы, поднимая старый диван И смотрел лучшие выпуски Кривого Зеркала От смеха мой пресс становился каменным Ну а вечером я боролся с пьяным батей И так каждый день А этот хулиган просто пил пиво и ничего не делал В моих глазах был огонь и азарт Я представлял как повалю его при всех А он будет плакать и просить пощады Скажу ему, ладно, живи пока Потом ко мне подходит моя девчуля, целует меня Мы садимся на мотоцикл, Ява, и уезжаем в закат Я был уверен в своей победе У меня был план провести идеальный бой Настал день драки Собралась вся школа, даже учителя пришли Все снимали нашу драку на старенькие телефоны Я крутил в голове лучшие моменты из фильма Рокки Как толпа будет ликовать и носить меня на руках Хулиган крикнул Ну что, щенок, готов? Я ответил, готов И это была самая легкая драка в моей жизни Я сблизился с ним И очнулся у себя дома Оказывается он вырубил меня с одного удара А ребята отнесли мое тело домой Я еще и обоссался там при всех, как оказалось И не меньше потом надул в постель Вот это был позор В фильмах Рокки тоже проигрывал Но он находил в себе силы и возвращался На следующий день я пришел в школу И вызвал хулигана на матч реванш Если он конечно не затрусит Он разумеется, недолго думая согласился Делать нечего Я опять упорно тренировался От моих ударов из подушки летели пейли Я даже победил своего деда в борьбе Он сдался постучав три раза своим костлем В этот раз я был в лучшей своей форме Ударом кулака пробивал два газетных листа Я взял мамин домашний халат, чтобы прийти на драку Как настоящий Рокки Со мной даже пришел местный дед Алкаш Вася, он был как мой тренер Опять вся школа собралась, чтобы увидеть мое легендарное возвращение Хулиган явно боялся меня Он знал, что в первый раз ему просто повезло Я скинул мамин халат и сказал ему Это будет не драка, это будет война Мы сблизились и я получил такой пизды, что фильмы Рокки просто отдыхают В этот раз я еще и обосрался при всех После этого я понял, что драка это не выход из ситуации Но тот хулиган больше меня не трогал А эта девчонка, которая мне нравилась, стала с ним встречаться Потом она в 10 классе залетела от него, а его посадили Ну а у меня все хорошо, живу тихо и спокойно Но я тогда в драке точно его удивил Вряд ли бы он мог подумать, что я обосрусь Так что будем считать, я смог показать ему достойный бой Ну а вы друзья, если знаете, что противник ломит вам пиздюлей Не деритесь с ним Все эти фильмы и мотивации полная хуйня Вас просто отпиздят и все Субтитры сделал DimaTorzok